Музыка Прежде чем начать обзор текущей оперативки в правительстве Республики Башкортостан, я бы хотел внести некоторые дополнения и поправки в предыдущую передачу нашу. Я имею в виду тот сюжет, в котором мы рассказывали о таинственной встрече господина Бреймайера, господина Филиппова и Мурзагулова в одном из кафе города Уфы. Странное совещание у них там случилось. Так вот, я допустил одну досадную неточность, оплошность в этом сюжете. Речь идет о том, что Игорь Бреймайер уже не работает в администрации главы Республики Башкортостан. С февраля месяца он там у них не числится. Тем не менее, это никак не отменяет таинственности и загадочности этой встречи. А я бы сказал, что добавляет ее, потому что остается непонятным связь между господином Филипповым, его проблемами с уголовным преследованием и встречей с Игорем Бреймайером, который, как я уже говорил, обладает существенными связями в судебном и правоохранительных сферах. В общем, загадка остается. Кроме всего прочего, стало известно, что родной брат господина Бреймайера занимает существенную позицию в строительном комплексе в Москве. И, возможно, это объясняет то, почему Игорь Бреймайер и господин Филиппов обсуждали какие-то конкретные строительные проекты в городе Уфе. Оперативное совещание на этой неделе было перенесено с понедельника на вторник. Причиной этому явился, по всей видимости, отъезд на выходные ради Фаритовича Хабирова к семье в Австрию. В пятницу он улетел в Вену. Видимо, не удалось должным образом подготовиться к совещанию на понедельник, и потому это совещание было перенесено на вторник. Это, конечно, несколько ломает наши планы, но, тем не менее, мы будем стараться исполнять регулярность наших передач. Оперативка была достаточно короткой, всего 63 минуты. По общей тональности она была очень спокойной. Видимо, дорогому радио Фаритовичу удалось должным образом отдохнуть с семьей в прекрасной Вене, и каких-то конфликтов и особых наездов на этой оперативке не было. Однако обсуждались интересные, важные и существенные вопросы. Прежде чем перейти к регулярной повестке совещания и заявленным вопросам, кстати говоря, сотрудники администрации ради Фаритовича любезно предоставили нам еще накануне содержание этого совещания. Я не знаю, в чем причина подобной инициативы. Может быть, они беспокоятся за качество наших передач. Так вот, прежде чем началась регулярная повестка, Ради Фаритович рассказал о том, что у нас в Уфе прошли мероприятия в рамках регулярных мероприятий Шоссбрикс. Приезжал к нам тут руководитель федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса господин Броверман Александр Арнольдович. И, как сказал Ради Фаритович, каждый визит Бровермана в республику Башкортостан это в нашу экономику до миллиарда рублей. Вот тут я бы поспорил. У людей короткая память, и почти никто не помнит, что именно господин Броверман возглавлял фонд содействия развития жилищного строительства Российской Федерации. И именно под его эгидой осуществлялся проект «Жилье для российской семьи». Тот самый преснопамятный проект, который вверг вот в эту катастрофу Миловский парк и некоторые другие объекты. Именно господину Броверману приписываются все сложности, связанные с реализацией этого проекта. А сложности эти вылились в том, что тысячи людей остались без квартир. На данный момент фонд содействия развития жилищного строительства Российской Федерации благополучно ликвидирован. А господин Броверман отдрифовал в новую структуру вот эту федеральную корпорацию по развитию малого и среднего бизнеса. Так что сказать, что каждый приезд господина Бровермана приносит миллиард в республику, я бы не осмелился. Более того, я бы с некоторой опаской относился к визитам господина Бровермана в нашу республику, как бы у нас новый какой-нибудь проектик здесь не замутился еще на тысячу, а то и две пострадавших. Первым вопросом оперативки традиционно был вопрос об оперативной ситуации на дорогах в ЖКХ и чрезвычайных ситуациях. Однако, по сути, он вылился в отчет господина Беляева о том страшном случае, который приключился у нас недели раньше. Я имею в виду тотальное подключение центрального отопления, которое завершилось вот этим всем скандалом и неудачей. Тем не менее, учитывая вот эту благорасположенность господина Хабирова на этой оперативке, отчитался Борис Владимирович весьма гладко. В частности, он сообщил, что на 20.00-23 сентября, а это тот самый роковой день, когда Хабиров повелел включить отопление, было подключено 89% домов в республике Башкортостан, а также 93% социальных объектов в республике. Я открыто заявляю, что это наглое и бессовестное вранье. Конечно же, 89% домов к вечеру минувшего понедельника, не вчерашнего понедельника, а 23 сентября, подключены не были. Более того, я думаю, что даже 60% домов не были подключены к отоплению, и еще нужно добавить, что через сутки даже те, кто был подключен, были отключены от отопления. Но Борис Владимирович в своем вот этом фантастическом очковтиратестве был неумолим. Он сообщил нам, что на 25 сентября, то есть на прошедшую среду, 100% домов в Уфе были подключены к центральному отоплению, а к 28 сентября все 100% домов во всей республике Башкортостан. Уважаемые зрители, подписчики, пожалуйста, откликнитесь, напишите на сегодня, на 1 октября, у вас подключено центральное отопление? Мне бы хотелось деятельным образом проверить слова господина Беляева, потому что он утверждает, что уже 28 сентября 100% потребителей центрального отопления в республике Башкортостан этим отоплением были обеспечены. Реагируя на доклад Беляева, Хабиров, к моему величайшему удивлению, мужественно признал свою ошибку. Он достаточно спокойно сообщил, что его поспешность в принятии решения о подключении отопления привела к сбою, хаосу и неразберихе. Ну, тут, как говорится, надо отдавать должное. Действительно, было очень много критики с моей стороны, в том числе, на вот это странное, поспешное, огульное решение подключить отопление к 8.00, но Хабиров ее признал. Также Хабиров сказал, что он не очень высоко оценивает работу глав муниципалитетов и министерства ЖКХ по подключению тепла. Ну, прямо скажем, такая мягкая оценочка вообще этого события. Я бы, наверное, оценил это несколько иначе. Беляев откровенным образом не справился с поставленной задачей, но в оправдании можно, наверное, сказать, что он и не мог справиться с такой задачей. Речь идет о том, что подобные задачи, наверное, не стоит вообще ставить. Далее, в рамках этого же вопроса отчитались Мухаммедьянов и Гумеров. Собственно, их отчеты носили формальный характер и останавливаться всерьез мы на них не будем. Вторым вопросом оперативки был вопрос о наполнении Федеральной информационной адресной системы сведениями об адресах и объектах адресации. Доклад делал Полставалов Олег Владимирович. Собственно, наверное, этот доклад был совершенно не нужен в данной сложившейся обстановке. Это уже третий доклад на оперативных совещаниях на эту тему. Однако, судя по тому, какой разгром устроил Хабиров на прошлой оперативке Полставалову, видимо, надо было как-то немножко зафиксироваться в каком-то положительном ключе. И Полставалов зачитал совершенно триумфальный отчет о том, что Башкортостан занял первое место в ПФО по наполнению ФИАС и второе место в Российской Федерации, уступив лишь только Севастополю. Что внести ему нужно в адресную систему 3,6 миллиона адресов и объектов, а уже он внес 3,3. То есть буквально меньше 10 процентов ему остается внести в эту адресную систему. То есть полный триумф и победа. 50 процентов объектов ФИАСа у Полставалова уже снабжены кадастровыми номерами. И рост в этой деятельности у него составил 31 процент. В общем, это, конечно, полнейший триумф. Хабиров достаточно безразлично среагировал на этот доклад. Как-то так, в общем, прокомментировал. Работа важная. Я благодарю вас. А потом как-то немножко заинтересовался и говорит, а это вот напрямую влияет на налогообложение. Да, конечно, подтвердили ему из зала. Ну, в общем, на этом доклад Полставалова был закончен. Третьим вопросом оперативного совещания был очень важный, архиважный вопрос, который Хабиров, сократив его длинный текст, назвал просто «О подготовке к зиме». Ну, это действительно вопрос о подготовке к зиме. И, конечно же, главным вопросом является эта уборка снега. Несчастная. Напомню, что в прошлом году Хабирову и его команде чрезвычайно повезло. Зима была бесснежной. В этом году прогноз менее благоприятный. Зиму обещают теплую и очень снежную. И, соответственно, конечно, это все очень беспокоит Хабирова. Потому он включил дуплетом два вопроса. Первый вопрос к Беляеву о подготовке в зиме в области ЖКХ. И следующий за ним вопрос был вопрос Мухамедьянову о подготовке дорожного хозяйства к зиме. Начнем с ЖКХ. Беляев сообщил нам интересные цифры, которые до сих пор не звучали на оперативках. А именно данные о том, вообще, какие площади убираются или планируются, или должны быть убранными в ходе уборки снега зимой. И он сообщил нам следующее. 51 миллион 800 тысяч квадратных метров территорий вообще, в принципе, подлежат уборке от снега в республике Башкортостан. В том числе механические уборки подвергаются 42 миллиона 500 тысяч квадратных метров. И, соответственно, 9 миллионов 300 тысяч квадратных метров территории убираются вручную. Это интересные и важные цифры. Мы будем к ним возвращаться периодически, наверное, на протяжении ближайшей зимы. И будем опираться на эти данные. Далее Беляев сообщил нам очень важную историю, которая на самом деле должна вызвать колоссальную тревогу как у Хабирова, так и у всех жителей Республики Башкортостан. Речь пошла об обеспеченности дорожной техникой для уборки вот этого самого пресловутого снега в городах и, в частности, в городе Уфе. Беляев сообщил нам, что в Уфе 19 миллионов квадратных метров городских дорог. И еще 6 миллионов с половиной, это 6,5 миллионов квадратных метров, это внутри квартальные проезды. Итого, 25,5 миллионов квадратных метров территорий должны быть убраны в Уфе ближайшей зимой. Всего в Уфе сейчас, на данный момент, 612 единиц коммунальной техники. Ну, вспоминая вот эти истории с Елаловым, когда речь заходила о 400-300 единицах, конечно, судя по всему, техники в Уфе прибавилось. Однако Беляев сообщил также тревожные данные о том, что из 612 единиц 429 изношены на 100%. То есть, по сути, работоспособными являются всего 183 единицы техники на весь город Уфу. Но эти цифры ничего бы не говорили нам конкретно, если бы Беляев не сообщил норматив обеспеченности дорожной техникой, которая существует в Российской Федерации. Так вот, если следовать этому нормативу, а он рассчитан на те самые квадратные метры, количество жителей и так далее, и так далее, так вот, по нормативу в Уфе должно быть, внимание, 3200 единиц дорожной техники. А мы имеем только 612, из которых 2 трети убиты на 100%. Беляев подчеркнул, что аналогичная ситуация складывается во всех городах и районах Республики Башкортостан. Всего по Республике у него в наличии 3000 единиц автотехники и специальной техники для уборки снега. Это очень печально. То есть Беляев сообщил нам, что у него по Республике техники меньше, чем должно быть только в одной Уфе. А в Уфе от норматива техники только 20%. Прежде чем перейти к обсуждению того, как Хабиров среагировал на этот доклад, я скажу такую вещь, что, наверное, исходя из того, что сообщил Беляев, нам гарантирована плохая уборка снега, не потому, что Беляев плохой министр, не потому, что Хабиров там чего-то не знает или не умеет, а нельзя одной пятой техники справиться со 100% задачей. Далее обсудим, как Хабиров среагировал на всю эту историю. Он был, как я уже говорил, абсолютно спокоен. Успокоен, видимо, какими-то факторами. То ли австрийские колбасы, то ли кофе венские, я не знаю. Но, в общем, был он железобетонно спокоен. Сказал следующее. По технике понятно. Будем еще регулярно покупать. Ну вот, предположим, забеспокоился Хабиров. Вот вам завтра выпадет снегопад и гололед. Мы готовы к этому? Чтобы люди ноги не переломали. Беляев сообщил, что готовность у него на 65%, и он ускоряется. Откуда эти 65%, что за 65% он расшифровывать не стал? По-моему, это опять какая-то игра цифрами, то есть вот и убаюкивание начальства. Далее Хабиров по селектору обратился к Мустафину, как уфа, к зиме готовы. Мустафин со свойственной ему косноязычностью сообщил. Так-то готовы, но по технике вопросы есть. Соль закупили, песок, Бионорд закупили. Ну, Бионорд это такой реагент, о котором мы еще поговорим в дальнейшем. Хабиров стал печалиться. У нас не бывает бесснежных зим, надо готовиться. Ну, в общем, на этом обсуждение вопроса уборки снега закончилось, но не закончилось обсуждение вопросов ЖКХ. Хабиров поднял вопрос перехода на новую схему оплаты за тепло, и он посетовал, что уже в СМИ началось обсуждение этого вопроса, и что СМИ говорят, что они подняли цены на тепло, а они его вовсе не подняли. Речь идет о том, что теперь за тепло мы будем платить не 12 месяцев подряд, как обычно распределенный платеж, а 8 месяцев отопительного сезона. Оставшиеся 4 месяца мы за тепло платить не будем. Соответственно, цифра платежа в этих 8 месяцах вырастет, и, конечно, складывается впечатление о том, что цены на тепло выросли. Однако, я должен опровергнуть утверждение Хабирова о том, что цены не выросли в абсолютном показателе, а выросли только на вот эти 8 месяцев, потому что их стало 8. Дело в том, что с 1 октября стоимость гигакалории тоже выросло. То есть, получается, это двойной удар по кошельку вот в эти 8 месяцев, кроме того, что на период отопления платы вырастает за счет того, что перераспределили 4 летних месяца на 8 месяцев отопительного сезона. Кроме этого, еще и подорожала гигакалория, и, соответственно, на самом деле отопление подорожало. Тут Ради Фариточ, конечно, лукавит, но ладно, оставим это и на его совести. Обратившись к Беляеву, Хабиров дал задание всяческим образом разъяснить эту ситуацию в отсутствии на совещании Мурзагулова. А Мурзагулов у нас отсутствует уже вторую оперативку подряд. Хабиров как-то даже слегка так сиротливо заметил, что нужно все это дело пропагандировать в СМИ, я не знаю, проведите пресс-конференцию и так далее, то есть очевидно, что он тосковал по своему сотруднику, который получал все вот эти вот задания о пропаганде и работе со СМИ, но я думаю, как-нибудь обойдется и надеюсь, что Мурзагулов и впредь не появится на этих совещаниях. В общем, Хабиров поручил Беляеву, чтобы он каждому жителю республики Башкортостан разъяснил вот эту ситуацию с отоплением и возросшей стоимостью за это отопление. Следующим и связанным с предыдущим вопросом оперативки был вопрос о готовности дорог к осемне-зимнему периоду. Адресован этот вопрос был Тимур Рафисовичу Мухаммедьянову и, собственно, был на ту же самую тему уборка снега на дорогах. Мухаммедьянов начал также, как и Беляев, с статистических данных, сообщил нам, что протяженность дорог в республике Башкортостан составляет 47 500 километров. И, кстати говоря, эта цифра несколько превышает ту, которую он сообщал нам ранее. Я не знаю, то ли он понастроил еще несколько тысяч километров дорог, то ли опять началась игра в цифры. Также Мухаммедьянов сообщил нам, что у него готовы 1132 единицы техники и еще 97 единиц будут закуплены в течение октября-ноября, за что он с жаром благодарил почему-то лично дорогого Радия Фаритовича. Ну, в целом, Мухаммедьянов не стал углубляться в вопрос, он просто сообщил, что он готов. Он готов. Вообще, доклад этот был довольно тревожным. На нем обсуждались вот эти новинки борьбы со снегом и вот этот самый новый загадочный реагент Бионорд, двухкомпонентный, двухфазный реагент, которого Уфа в качестве эксперимента закупила на 40 миллионов рублей. Я с опаской отношусь к химическим реагентам на дорогах. С одной стороны, они, конечно, дают эффект плавления ледяной корки, наверное, повышают безопасность наземних дорог. С другой стороны, вред и ущерб от этих реагентов уже давно известен и доказан. Многие страны отказались от этих реагентов, в частности, вот страны Скандинавии. Я лично в Финляндии видел, как финны научились бороться со снегом и льдом на дорогах при помощи гранитной крошки и без всяких химических реагентов. Но, видимо, для нас это будущее. Хабиров подытожил доклад Мухаммедьянова достаточно тревожно. Он сказал, что будем ждать зиму и посмотрим, что у вас происходит. По сути, он расписался в дальнейшем своем неучастии в этой истории. Конечно же, с точки зрения пиара Хабирову выгодно, наверное, будет отстраниться от тех снежных проблем, которые, как я полагаю, неизбежно ждут нас в надвигающейся зиме, и пускай за это отвечают Беляев и Мухаммедьянов, дежурные мальчики для битья и возможные претенденты на вылет из правительства. Пятым вопросом оперативки был довольно скучный вопрос об обеспечении безопасности на водных объектах Республики Башкортостан. Адресован он был Гумирову Фариду Рифовичу, но тут случилось какое-то дежавю. Как и в прошлый раз, пока докладчик пробирался к трибуне, Радия Фаридовича постигло какое-то философское творчество. Внезапно он разразился речью о том, что, дословно цитирую, «мы дали бой смерти», сообщил дорогой Радий Фаридович, «мы победили пожары». И тут как-то его немножко тормознуло. Или нет, или не победили. А, возросли пожары. Ну ладно, но мы победили ДТП, мы победили смертность от онкологии, мы победили суициды. На этой высокой ноте Фарид Рифович Гумеров добрался таки до трибуны и взглядом попросил разрешения зачитать доклад. Вообще вот эти вот попытки победить смерть у Хабирова в последнее время становятся пугающе регулярными. Я не знаю, чем это вызвано. Возможно, это некая психологическая травма после разговора с Путиным о детской смертности. Хабирова так и не отпускают вот эти мысли о том, что он должен победить смерть во всех ее ипостасях. И он, по крайней мере, на словах побеждает ее в медицине, в чрезвычайных ситуациях и даже в вопросах суицидов. Насколько это все достоверно, довольно трудно проверять. Время от времени статистика опровергает вот эти победные реляции Хабирова, но он продолжает и продолжает побеждать смерть. Не хотелось бы смеяться над этим. Наверное, надо как-то с каким-то пониманием отнестись вот к этому комплексу Хабирова в отношении уровня смертности. Но нужно опираться на реальные цифры, реальные данные. Возвращаемся к докладу. Возвращаемся к докладу Гумирова, который все-таки добрался до трибуны и зачитал данные о проблемах и чрезвычайных ситуациях, которые произошли в текущем сезоне на водных объектах Республики Башкортостан. Как и положено, Республике, тотально охваченной Алгой и Айдой, удалось снизить проблемы и происшествия на водных объектах в текущем году на 14% и количество жертв на водных объектах снизить на 13%. Далее Гумиров изложил, что нужно делать для снижения смертности на воде. Он перечислил бесконечное количество всевозможных мер, методов и всевозможных мероприятий, которые должны привести к этому снижению. Это и создание огромного количества пляжей, это и обеспечение надзора заводными объектами, это очистка русла водоемов, спасательные отряды, посты и так далее. Отдельно отмечу, что Гумиров попутно попросил какую-то колоссальную совершенно цифру, сумму денег на организацию пляжей, но на самом деле от себя добавлю, что понимая, что 100% погибших в этом году погибли в неотведенных местах, я имею в виду купаясь в каких-то там диких местах и произвольно выбирая себе место для отдыха, а 70% погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. На самом деле достаточно двух кардинальных мер, это организация купания в отведенных местах и ограничение употребления алкоголя тех, кто хоть сколько-нибудь приближается к водным объектам. Хабиров резюмировал этот доклад традиционно спокойно, сообщил, что будем считать, что наши действия были эффективными, однако тут же отметил про себя, что он не готов выделить вот эту чудовищную колоссальную сумму денег на организацию пляжей и попросил Тажетдинова каким-то образом оптимизировать вот этот запрос на организацию пляжей в Республике Башхатастан. Судя по всему, в бюджете не предусмотрены деньги на вот это мероприятие, и Гумеров тут немножко попросил лишнего. Заканчивая комментировать доклад Гумерова и все еще, видимо, не отойдя от эйфории в победе над смертью, Хабиров сообщил следующее. Попутно, Фарид Рифович, по пожарам не подведите нас. Никогда такого не было, чтобы по всем статьям мы победили смертность, так что не подведите нас. Ну, судя по всему, тревога у Хабирова присутствует, я имею в виду тревогу за вот эту победную статистику, которую он транслирует на этих совещаниях. Хабиров обоснованно беспокоится о том, что в зимний период времени возрастет и смертность на дорогах, и смертность от пожаров, потому что люди регулярно используют всевозможные нестандартные отопительные приборы. Тут некое противоречие. Если уж достигнута победа по центральному отоплению, зачем же эти люди будут отапливаться электричеством, такими самодельными отопительными приборами и так далее. В общем, конечно, тут одно другому противоречит, и опасения Хабирова, конечно, не безосновательны. Последним, шестым вопросом оперативного совещания был вопрос о планируемых мероприятиях по празднованию Дня Республики в Республике Башкортостан. 11 октября у нас День Республики каждый год, и в этом году, в году столетия Республики, этот день, видимо, носит определенно выдающийся характер. Докладчицей по вопросу была Иванова Ленара Хакимовна. Я очень не хочу рассказывать об этом докладе, потому что он был, ну, традиционно бессмысленным перечислением тех грандиозных и бессмысленных, беспорядочных мероприятий, которые, ну, ждут нас вот на этих праздниках. Честно говоря, уже достало вот это бесконечное празднование, которое началось с приходом Хабирова, и которое будет, видимо, продолжаться дальше. Вот зачитаю несколько слов, которые особенно зацепили меня в этом докладе. Духоподъемность, салюты, военная техника, юнармия. Вот это все мракобесие, судя по всему, докатилось и до Башкирии, и почему-то в День Республики будет встроена вот эта военизированность подходов, какие-то тут поднятия патриотизма и так далее. Хабиров выслушал этот доклад, сказал, что это все очень нужно, что все это правильно, и бла-бла-бла. Дальше почему-то перешли к медалям. Хабиров спросил, мы тут делали медали, ну, видимо, речь шла о медалях к 100-летию Республики. Они еще остались, мы же их раздавали. Сидякин с места сообщил, да, остались, Радий Фаридович, да раздадим. Да-да, надо дораздать. И тут же спохватился. Только не дораздать, а вручить. Ну, в общем, вот это, конечно, очень характерно для всех вот этих мероприятий. И Хабиров, и вся его команда прекрасно понимает, что, по сути, конечно, это тяжкая история, это деньги на ветер. Но кто-то в самом начале карьеры Хабирова в качестве главы Республики Башкортостан убедил его в том, что вот эти бесконечные, салютизированные празднества почему-то приближают население Республики к нему лично и к власти в общем. На самом деле, это не совсем так. В моем представлении затянувшийся сабантуй, который длится уже целый год, начинает очевидным образом раздражать население. Есть простое житейское суждение о том, что нельзя бесконечно праздновать, но нужно бы начинать уже и работать. И я думаю, что Хабирову надо обратить внимание на этот тезис. Несмотря на краткость, последняя оперативка не обошлась без традиционного Алаверды. И также традиционное это Алаверды было из двух частей, из тревожной части и печальной части. Тревожная часть коснулась сельского хозяйства. Хабиров внезапно пустился в его вспоминания, и вот я его процитирую. «Я вот в деревне родился, видел, всегда думал, сражение за урожай. И это действительно сражение. Как у нас дела на селе?» – внезапно обратился Хабиров к Файзрахманову. Ильшат Илдусович с грустью, печалью в сердце и практически со слезами на глазах сообщил, что в этом году ему выпала самая сложная осень за 10 лет, а может быть и даже за больший период, потому что старики ему рассказывали. Файзрахманов начал аккуратно готовить провал в области уборки урожая и сообщил, что Всевышний, уже Всевышний дал ему 10 дней, что все в норме, все в пределах, весь требуемый урожай уберем. Я еще раз повторю, судя по всему, Файзрахманов готовит Хабирова и всех нас к тому, что в ближайшем будущем мы узнаем, что грандиозные планы по показателям сельского хозяйства в этом году выполнены не будут. И Файзрахманов готовится, естественно, все как обычно и традиционно свалить на природу, на климатические факторы, что природа опять подкачала, подвела и так далее. Ну, в общем, Хабиров высказал свою тревогу за сельское хозяйство в республике Башкортостан. Второй частью заключительного выступления Хабирова было обращение опять к Ленаре Хакимовне Ивановой, и обращение это было связано с той ужасной историей, которая приключилась в Стерль-Тамаке. Я имею в виду историю, когда дети убили 10 собак, из них 9 щенков, каким-то совершенно зверским, изуверским образом там взрывали их петардами, ну, в общем, какой-то кошмар случился в Стерль-Тамаке, и Хабиров поручил Ивановой, вникните в историю Ленара Хакимовна в Стерль-Тамаке. Кто-то там уже линчевать предлагает виновных, но наша задача понять, почему так произошло. В целом, конечно, Хабиров прав, наверное, понять это важно, искать виновных, кроме самих вот этих вот зверенышей, которые совершили подобные, наверное, тоже нет смысла, хотя обратить внимание на школу, которая их воспитывала до сего момента, и на родителей, которые родили и воспитали вот подобных зверенышей, наверное, тоже стоило бы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова